Всем привет, я Анна Оськина и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу как сделать вот такую вот милую, забавную мультяшную панду в виде брошки. И если вам это интересно, оставайтесь со мной. В работе я буду использовать только черную и белую полимерную глину. Также понадобится моделирующий инструмент, деревянные зубочистки, кисточка, глянцевый лак, основа для брошки и гель жидкая пластика. Беру кусочек белой полимерной глины и тщательно его разминаю, чтобы он стал мягким и пластичным. Отрываю небольшой кусочек и катаю его в шарик, это будет голова. Кладу этот шарик на отдельный небольшой кусочек бумаги и приплющиваю на поверхности. Руками моделирую форму головы, голова немножечко сужается кверху, к макушке панды. Затем отрываю еще один кусочек белого цвета, уже поменьше, катаю шарик, это будет тело. И приставляю внизу под головой, также приплющиваю немного. Катаю маленький кусочек белого цвета и помещаю на лицо, это будет мордочка панды. Теперь беру черную полимерную глину и хорошенечко ее разминаю. Приступаю к деталям черного цвета. Верхняя часть тела панды черного цвета. Поэтому я катаю колбаску черного цвета, расплющиваю ее и помещаю в верхней части тела панды. Хорошенечко прикрепляю. Оторвать лишние части можно прямо зубочисткой. И примазываю эту полоску, чтобы она хорошенечко прилипла и стала единым целым с телом. Катаю колбаску черного цвета и отрезаю несколько деталей. Для рук и для ног. Из каждой из этих частей я катаю сначала шарик, затем капельку. И эти капельки помещаю на местах рук по бокам и на местах ног по бокам снизу тела. Затем катаю два одинаковых маленьких шарика черного цвета, помещаю их на места для глаз. Вокруг глаз у панды черная шерсть, поэтому я немножечко размазываю эти черные шарики по поверхности морды. Теперь катаю черный шарик. Моделирующий инструментом делаю в нем отверстие, чтобы получилась такая ямка. При этом шарик расплющивается. Делю полученную форму пополам. Получаются два уха. Уши я приставляю в верхней части головы по бокам. Беру деревянную зубочистку. Немножечко ее подтачиваю, чтобы стал острый кончик. И приступаю к взрыхлению поверхности. Обрабатываю поверхность деревянной зубочисткой. Помещаю кончик зубочистки в поверхность. И начинаю делать такие небольшие круговые движения. Поверхность становится воздушной, взрыхленной и похожей на мягкую шерсть. Таким образом я обрабатываю всю-всю поверхность панды. И голову, и мордочку, и уши, и тело, и лапки. Особое внимание уделяю обработке поверхности по бокам, по краям, где трудно достать. Прорабатываю все-все детали. Продолжение следует... В результате получается такой вот милый пушистый малыш. И ему необходимо оформить мордочку. Это глазки, носик, ротик. Моделирующим инструментом делаю углубление под глаза и под нос. От колбаски черного цвета отрезаю три небольших кусочка. И катаю их в шарики. Зубочисткой делаю небольшое углубление для рта. Катаю тоненькую ниточку черного цвета. Отрезаю маленькие детали. И оформляю ротик панды этой нитью. У меня получается милый маленький малыш панды. И теперь его выпекаю. Температуру и продолжительность выпекания смотрите на упаковке той полимерной глины. Из которой вы лепите. После выпекания необходимо закрепить основу для брошки с обратной стороны. Я немножко смазываю основу для брошки клеем. Чтобы закрепить ее на поверхности. И приклеиваю в нужном мне месте. Затем смазываю гелем жидкой пластикой поверхность панды с обратной стороны. Аккуратно размазываю и заполняю всю обратную сторону небольшими кусочками черного цвета. То есть покрываю всю поверхность с обратной стороны черной полимерной глиной. Размазываю эту пластику. Разравниваю чтобы получилась полностью черная обратная сторона. Затем смазываю гелем жидкой. Чтобы выкрыли всю поверхность необходимо сделать какой-то более декоративный рельеф. Чтобы красиво смотрелось. Можно точно так же как и с лицевой стороны поковырять зубочисткой. Либо можно обработать зубной щеткой. Зубной щеткой конечно же это делать проще и быстрее. Но поверхность будет немножко отличаться от той которая была с лицевой стороны. Вот такая вот декоративная поверхность получается. И выпекаю панду второй раз. С температурой продолжительность выпекания точно такая же как и в первой. После повторного выпекания покрываю лаком глаза и нос. Остальные части тела пандой лаком не покрываю. Нам необходимо чтобы блестели только глазки и носик. И когда лак высохнет брошка будет готова. Посмотрите какая милая совершенно очаровательная брошка получилась. Я уверена что если вы сделаете подобную брошку в подарок. То она обязательно придется по душе. И я надеюсь что этот мастер класс вам понравился. Желаю вам творческих успехов и вдохновения. Обязательно смотрите и другие мои мастер классы в которых вы узнаете много интересного. Пишите ваши комментарии. Ставьте лайки если вам понравился этот мастер класс. И конечно же подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новинки. До новой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok